Французский скульптор Французский скульптур Роден заставляет фигуры словно выламываться из материала, схватывая динамику рождения, перерождения, пребывая в традиционном сюжетном контексте. Мифологические, исторические, религиозные, литературные сюжеты. Роден расколдовывает давно забальзамированные темы совершенно новыми техническими и выразительными средствами. Родену удалось стать новатором в искусстве XIX века и основоположником современного искусства. К концу XIX века Роден стал самым известным и востребованным скульптором Франции. В его мастерской работали около 50 помощников. Кто-то изготавливал гипсовые формы, кто-то высекал элементы из мрамора. Здесь трудились рядом патинировщики, литейщик, мастера, уменьшающие и увеличивающие исходные формы до нужного размера. Приходивший в торговый зал заказчик мог выбрать нужную скульптуру, потом определиться с размером, и ему отливали из бронзы нужную фигуру. Биограф Родена Руд Батлер подсчитал, что только между 1898 и 1918 годами в его мастерскую отлили 319 поцелуев. Еще при жизни скульптора был принят законопроект о создании музея Родена в его парижской мастерской. Его друзья начали собирать здесь скульптуры, документы, рисунки. Эта феерическая слава досталась человеку, который до 35 лет работал под мастерием и не привык ставить подпись на изготовленных скульптурах. Когда в салоне примут его первый бюст, человек со сломанным носом, у Родена уже будет жена, 9-летний сын и завидный опыт ремесленника. У 15-летнего студента королевской школы искусства Агюста Родена не было денег на краски и холст, поэтому он каждый день приходил в Лувр, любовался Тицианом и Рембрандом, а потом спускался этажом ниже и копировал античные статуи. Благо на карандаш и бумагу денег всегда хватало. В королевской школе учили основательно и бесплатно. Выпускники становились потом помощниками ювелиров, гравиров, рисовали паттерны для ткани, узоры для кружев и географические карты. Вырезали из дерева и камня декоративные элементы для украшения общественных зданий, церквей и частных домов. А большим и мечтать нельзя было, потому что и учителя, и родные к тому времени записали Агюста в ряды безнадежно-безнанеспособных к науке. В школе он так и не освоил арифметику с латынью. Он с трудом считает, а пишет как ребенок медленно и со смешными ошибками. Его отец Жан-Батист Роден с каждым годом все больше отчаивается. Понятно, что Агюсту не стать чиновником, так пусть хотя бы научится какому-то ремеслу и зарабатывает на жизнь. После окончания малой школы, уже уверенный в призвании, воодушевленный похвалами мастеров, Агюст несет рисунки в большую школу изящных искусств. Жюри Родена не принимает ни в этот раз, ни в два последующих, и он начнет учиться сам. Период ученичества затянется на 20 лет. Вечно нищий Роден будет реставрировать городские памятники, Обтесывать мраморные глыбы, отливать формы, вырезать декорации и орнаменты, Читать книги, рисовать растения и птиц, изучать чучело диких животных, В музее естественной истории, украшать скульптурами здания Брюссельской биржи, Под началом именитого скульптора Корье Белезе, Служить национальной гвардии во время войны, Работать по 12-14 часов в сутки, Отправлять из Бельгии скудные и денежные запасы в Париж Шине и Сыне. Роза Бюре не была Родену с законной женой. В осажденном Париже во время франко-прусской войны Она шила мундиры для солдат, Меняла влажные тряпки на скульптурах мужа, брошенных в Париже, Чтобы они не растрескались и пыталась прокормить сына. Деньги от югиста приходили редко, чаще письма. Я хотел тебе отправить 5 франков, Чтобы ты устроила скромный ужин, Пригласив мадам и месье Ульбеев. Но вышли в следующий раз. Вообрази себе, моя маленькая Роза, У меня были большие трудности. Около трех месяцев я вообще не работал. Когда Роден начнет прилично зарабатывать, Отливая в Бельгии бронзовые статуэтки, Роза сможет приехать к нему. Сын останется в Париже у тетки Родена. Первую мастерскую Роден снял еще до войны, На улице Леберен. От отчаяния ему нужно было куда-то сбегать из дома, Где постоянно плакал ребенок и готовился обед. Это была бывшая конюшня с самой маленькой в Париже платой за аренду. Теперь я мог отходить на несколько шагов от своей глины, Чтобы сравнивать ее с натурой. Потоки воздуха проникали в помещение отовсюду, Через плохо закрывавшиеся окна, Покоробившиеся от сырости деревянные двери, Разбитую черепицу на обетшалой крыше. Поэтому там царили постоянные сквозняки и ледяной холод. В углу был колодец с водой, Отчего в конюшне всегда стояла пронизивающая сырость. Здесь Роден работает поздним вечером или ранним утром, Выкраивая жалкие часы в свободные от главной работы времени. Ему позируют роза и местные бродяги. Потому что денег на натурщика, конечно, нет. Ни здесь, на улице Леберен, Ни даже позже, живя в Монмарти. Роден не ходит в кабары и бары. Он всегда вдалеке от богемной жизни. Он только работает. Роден снимает мастерскую на улице Фурно По приезду из Бельгии, где прожил 7 лет. Он недавно побывал в Италии, Часто в проголоке, почти везде пешком. Но увидел работы Микеланджело и Рафаэля. Из Италии Роден писал жене, Должен признаться, что я ем не всегда регулярно, А только тогда, когда больше нечего смотреть. И теперь в этой новой мастерской на улице Фурно в Париже Он принимает натурщиков и расставляет вдоль стен, Привезенные из Бельгии авторские работы. Скоро одна из них отправится в салон. В 1877 году скульптура «Бронзовый век», принятая в салон, Наконец принесет Родену славу. Хоть и неоднозначную, Скульптора обвинили в использовании слепка с живого, Или того хуже, мертвого натурщика. Натурщик, бельгийский солдат, согласился предстать обнаженным перед жюрием. Его не выпустили из страны. Потом назначили комиссию по расследованию. Потом была написана жалоба помощнику министра. Чем абсурднее становился скандал, Тем чаще звучало именно Родена. И тем больше внимания привлекала его работа. Защитников и почитателей становилось все больше, чем критиков. Не растет только благосостояние Родена. Государство не купило скульптору «Бронзовый век», А находить частных заказчиков для скульптора, В отличие от живописца, задача невыполнимая. И в подготовке ко всемирной выставке 1878 года Он снова участвует как анонимный декорактор. Мастерские на складе мрамора государство представляло скульпторам, Которые работали над масштабными общественными проектами. Родену выделили две, Когда он в 1880 году получил первый грандиозный заказ Входная дверь 6 метров в высоту В музее декоративного искусства. В мастерской на университетской Роден начнет работу Над самым грандиозным проектом «Врата ада». Будет его менять и дорабатывать, но так и не закончит. Практически все деньги, полученные от государства в качестве аванса, Скульптор тратит на изготовление слепков, Отливку форм, Оплату работы натурщиков, которым следовало целый день просто находиться в студии, Передвигаться из угла в угол в ожидании точной позы и команды, замереть. Работая над «Вратами ада», Роден сделал сотни рисунков, Уничтожил десятки эскизов и создал 200 фигур. И некоторые со временем отделились от общего ансамбля, И зажили самостоятельно. Это и мыслитель, и поцелуй, и третение. Через 23 года после получения заказа, Роден вернет государству аванс И составит непосильные, никогда не готовые завершиться «Врата ада» себе. За этим заказом последуют другие. Памятник граждане Кали, Памятник Виктору Гюго, А Родене узнают Швеции, Бельгии, Англии, Голландии. В 1889 году в галерее Жоржа Пти проходит совместная выставка Моне и Родена. 70 картин, 36 скульптур Родена зовут преподавать. Преподавать уже именитому скульптору предстоит для нескольких девушек. Они сняли мастерскую, вместе оплачивают работу натурщиков и мечтают, чтобы их учил Роден. Среди учениц – 19-летняя Камила Клаудель. Самая вдохновляющая и самая разрушительная страсть Агюста Родена. Он покупает дом на берегу Сенни в Париже, но переезжает туда с Розой, с женщиной, которая рядом с ним уже 20 лет. А Камила – помощница, ученица, любовница, модель, сила, гений, буря, острый ум. Она каждый день приходит к Родену в мастерскую на итальянском бульваре. Она потрясает мощью таланта, вдохновляет и помогает. А иногда в скандалах все более настойчивых и пугающих выпрашивает для себя путешествия, только вдвоем, только с Агюстом. Он сообщает Розе, что уедет на пару дней и исчезает на месяц. Камила обещает покончить с собой и устраивать скандалы все чаще. Роза ворчит и жалуется. С надеждой высматривает в Агюсте признаки болезни. Тогда он останется дома на несколько дней и будет принадлежать только ей. Так не могло продолжаться долго. Роден сбегает в Швейцарию отдыхать и лечиться. Камила уничтожает все свои скульптуры и живет в сотворнице. Роза терпеливо ждет дома. Виллу Брайан Роден купил на Пекиславу. Небольшому зданию пристроил просторную мастерскую. И, наслаждаясь, наконец, финансовой уверенностью, страстно наполнял ее антикварными вещами и мебелью. Развешивал любимые картины импрессионистов. Он получил все три ордена почетного легиона во Франции и национальной медали тех стран, где его принимали с выставками. Он стал председателем жюри общества изящных искусств. У него появились счета в банке и деньги в сейфе. У него работают толковые восхищенные секретари, некоторое время рильки, которых он без причин и без объяснений по очереди выставляет за дверь. В его доме собираются помощники и ученики. Их больше с каждым годом. Но Роден все чаще повторяет уже созданные раньше скульптуры. Делает на заказ по баснословным ценам в разных размерах, но почти не работает над новыми масштабными официальными заказами. Отель Берон – творец со странной и путанной историей. Построен по заказу богача-торговца, принадлежал маршалу, потом монахиням. Его собирались снести. Он ветшал и дожидался решения властей. Тогда отдельные комнаты стали временно сдавать художникам и артистам за гроши. Здесь проводил занятия с учениками Матисс и уроки танцев Айседора Дункан. Роден снял в отеле две комнаты для мастерской и начал потихоньку перевозить в эти огромные залы свои скульптуры, коллекции, рисунки. Потерявший голову от женского внимания, устраивал здесь мимолетные свидания, не разбирая, охотится ли очередная пассия за его очарованием или за его деньгами. Он стал неразборчив в связях и непоследователь в поступках. Он наконец-то после 50 лет совместной жизни и практически накануне ее смерти женился на Розе. Но до этого и после ехал в отель Берон и, охваченный страстью, писал очередное завещание на молодую возлюбленную. Когда в возрасте 77 лет Роден умер от воспаления легких, его друзья обнаружили несколько десятков таких бездумных завещаний. Во Франции шла война, поэтому решение о создании музея Родена в отеле Берон было временно отложено. Его откроют через два года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok